Сколько времени вы проведете? Сколько времени вы привлечете? Это очень трудно сказать, это зависит от того, сколько мне нужно играть. Какой репертуар, если мне нужно играть одну программу, причем, которую я играю уже давно, мне совсем не много времени. Если мне надо играть много разных программ, то мне нужно ровно сколько времени, сколько каждый из этих произведений, чтобы подготовить. Ну, это приблизительно. Это зависит от того, сколько мне нужно выучить или сколько мне нужно играть. От репертуара. Если мне нужно выучить что-то новое и очень быстро, то я могу заниматься там 12-14 часов. Это экстремальные такие ситуации. Ну, если мне нужно играть что-то, что я хорошо знаю, то мне достаточно часа. Но, как правило, мне нужно все время учить очень много нового поэта. Как правило. И для того, чтобы чувствовать уверенность на сцене, в новых произведениях, это много-много часов. Руки-руки должны сами играть автоматически. Не думать о том, что... Это вам тяжело? Иногда да. Когда это каждый день. Очень редко бывают выходные. Это тяжело. У вас как бы много из этого. Кто в вашем любимом компании этого? Какое произведение вы вам заработаете? Невозможно сказать. Я люблю все, что я играю в данный момент. Если бы я не любил эти произведения, я их не играл. Невозможно играть то, что в данный момент не любил. Какое произведение композитора вы сейчас занимаетесь? Сейчас новое. Ну, то, что я сейчас... Много нового Шопена. Много новых произведений Шопена. Сейчас я учу пятый концерт Бетховена. Много, много. В конце этого месяца вы будете играть с Бараховским. Такая камерная музыка вам нравится? Я очень много играю камерной музыки. Я всегда играл в самые разные ансамбли. Я играл много со скребачами. Я играл с Вадиком Репиным, с Лианой Исакадзе, с Бараховским. Я играл с разными квартетами. На два рояля я играл. Я очень много играю. Расскажите, пожалуйста, ваш план концерта, кроме Японии. Я в Японии только что прилетел из Лондона. Я играл два концерта в Лондоне. Прямо перед... Я сюда прилетел из Лондона. До этого я играл в Германии. В августе я должен играть во Франции. А в сентябре в основном в Японии. И в следующем сезоне я должен играть в Трибалтике несколько концертов. Рига, Рига, Вильнюс, Сталин и Индия. А, в Израиле я должен играть. В Италии. Вся осень у меня практически в Японии. Потому что у меня остается весной немножко летом. Ну и в России, конечно, я достаточно много играю. Это естественно. Преподобавить в школе. В консерваторию. И вам нравится преподавать. Да, да, да. Я очень люблю. Я 10 лет уже профессором. Преподавать. Да. Я вообще очень люблю. Но, к сожалению, мало у меня на это время. Очень трудно. Но совместить. Трудно совмещать концерты и преподавания. Хотя я очень люблю. Но у меня мало учеников, которые могут выдержать такой ритм, когда у меня долго нет, потом я приезжаю, даю консультации. Потом не нужно обязательно, как же, регулярно заниматься. Ну, в принципе, любой, кто поступает, ко мне с глазом уже понимает, что его ожидает. Ага. 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 Ага.